Всем здорова! Короче, сегодня очень необычное видео, потому что мы вместе с Русланом отпраздновали Новый Год и одного из нас очень сильно попаяло. И кого? Руслана, потому что он себе хочет фингерборд. Зачем? Не знаю. Он заигрался в трускейт? Я просто головой ударился на Новый Год и мне такой, опа, хочу фингерборд, короче. А тут у меня еще трускейт был под рукой. Я такой, блять. Мы сейчас сидим в торговом центре, здесь есть фингерборды, и причем мы будем покупать не пластиковые, которые, знаете, как в детстве я покупал, думаю, вы тоже, которые стоят там гринд 15-20, а деревянные, профессиональные, на которых профессионалы, наверное, катаются, профессионалы на фингербордах звучит, конечно, жестко. Если интересно вообще профессиональные фингербордисты, как это сложно выговорить? Напишите это в комментариях, а мы с Русланом пойдем выбирать, потому что ему не терпится. Я не могу. У меня тут 0 и 360 дабл флип, это просто нечто. Короче, это, наверное, будет единственный видос про фингерборды на моем канале, потому что я это снимать не сильно хочу. Ну так, один раз для того, чтобы вам было интересно, и я постараюсь у Руслана кое-что выкупить, так сказать, потом. Ну, он лучше пусть пока не знает. Что-что? Да ничего, в конце видоса будет сюрприз. Короче, ребят, это свершилось. У Руслана новый профессиональный комплит, а точнее, ну, фингерборд-комплит. За сколько? 460 гривен. Это 1100 рублей примерно. Называется ДК Попщик Ле Бланк Оранж номер 3. Размер 33,5, 18-го года, свежий. Значит, щелкать будет точно хорошо. Это точно. Хоть что-то в этом магазине, в котором мы купили этот фингерборд, свежее. Уже 19-й год, он уже прошлогодний. Ааа, ладно, 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 не свежий, так не свежий. Не будет. Ну что ж, приступим к распаковке. Так, аккуратненько, чтобы ничего не повредить. Щип. Тихо-тихо-тихо. Ого, стикеры, стикеры сразу. Первое, что вылезло из этой коробочки, это вот эти вот стикеры ДК. Вроде неплохие по качеству, даже очень. Надеюсь, фингерборд такой же. На самом деле. Так, дальше. Одним вот таким легким движением открываем коробочку, и оттуда выкатывается... Ну как выкатывается? А, нет, сначала вылазит картонка. Просто картон. А потом щик. Ну а вот сам комплит, у которого золотые подвески, беленькие колеса, в которых, я не пойму, подшипники есть или нет? Должны быть. А, есть один, кстати, с одной стороны, с другой нет. Напишите в комментариях, почему так, потому что я думал, что подшипники тут должны быть с двух сторон. Либо же это просто в комплитах такой прикол, что если в комплите ты берешь эти колеса, то здесь будет только один подшипник, а не два. Я вообще удивляю, что они там есть, если честно. Такие маленькие подшипники я таких не видел никогда. Просто когда мы смотрели эти фингерборды, там отдельно были колеса, которые стоили 200 гривен. Вот такие вот маленькие колеса за 200 гривен, прикинь. И там были подшипники везде, насколько я понял. А здесь почему-то не везде. Дальше у нас дека, у которой раз, два, три, четыре, пять слоев разного цвета. Оранжевый, зеленый и белый. Шестой слой это наждак, который очень мягкий. Я даже наждаком это не могу назвать. Скорее так, чисто шкурка, риптейп, может быть, да. И я не знаю, кстати, как отсюда достать болтики. Болтики? Отверткой? Отверткой. А где ты тут видишь крестовую фигню? Это, я так понимаю, наждак нужно сначала отклеивать, а потом снимать подвески? Мне кажется, они... Что? Ну вот и я об этом. Ты вообще видишь, тут гаек нету. Гаек нету? Ну, на фингербордах нет гаек, реально. У меня были в детстве фингерборды. Пластиковые фингерборды, думаю, у всех были такие доски. И у них не было никаких гаек. Тут тоже нет, но, блин, как отвертку. А, аналогично. Еще, кстати, на подвеске заметили очень странную тему. Короче, смотрите, вот сам трак, и у него есть часть, за которую крепятся колеса. И она почему-то вот здесь вот так вот торчит. И это очень странно. Так, реально все должно быть? Мы просто, когда покупали, думали, что это все очень жестко болтается, но оно не болтается. И очень странно. Да, я по выслайдам и... Но зато у фингерборда есть один плюс. Вы сразу можете делать сумасшедшие трюки. Как бы, я не знаю, что это, в словом, посмотрите. И, кстати, сложнее всего будет здесь, наверное, сразу делать Олли. Потому что тут-то что? Просто щелкнул и все увез. А если ты попытаешься Олли, то все сложнее. Но я сделал. Я просто в детстве задротил этой херней. Могу еще флип, наверное. Ну, это уже посложнее. Забыл, что это фингерборд Руслана. Давайте он расскажет об этом всем. Слушай, ты мне деку чипанул. Как это чипанул? Не гони. Ты шутишь? Руслан купил себе фингерборд, но даже больше не знает, как на нем прыгать. Подожди, но ты роплешь сейчас. Да не гони. Я не знаю, как он щелкнул. Блин, у меня жарко стало. Я могу только вот так вот. Флип? Это мой максимум. А теперь очень полезная информация для тех, кто любит фингерборд и хочет купить себе такой. Короче, ребят, смотрите. Вот фирма ДК. И у нее это уже шестая ДК. Именно С-версии. Короче, она по сравнению с С-5 поднята на 1 градус в плане Тейла. И колесная база укорочена на 2 мм, что положительно влияет на контроль доски во время катания. То есть, прикинь, если бы мы купили пятую доску, то у нас бы контроль доски был еще меньше. У меня он просто на встречающем уровне, поэтому меня не ведет. Кстати, вот эти стикеры сделаны по методу лазерной гравировки. Необычные. Теперь давайте пройдемся отдельно. Если вы захотите купить отдельно ДК, то она будет стоить вам именно такая, 120 гривен. Если получше и другой формы, то где-то по 140, по 160. Колеса будут стоить около 200 гривен. И мне кажется, что в них с двух сторон должны быть подшипники, а не с одной. Подвесочки будут стоить 120 гривен. Неважно, какого цвета, можете выбрать на любой вкус и цвет. Так что, ребят, расслабьтесь. Ну и последнее, это наждак, который будет стоить вам около 80 гривен. И он, кстати, почему-то в комплите очень криво нарезан. Это не очень круто. Я думал, что в комплите все должно быть идеально. Если ты, допустим, покупаешь настоящий скейт, то там все вырезано идеально, будто не человеком, а каким-то роботом. А тут все как-то, ну, криво, косо. Кстати, если вы захотите купить себе комплит, а не будете его собирать отдельно, то это выйдет дешевле. Потому что, если все вот это по отдельности посчитать, то буквально там на грин 20-15 будет все дороже. Но я понимаю, что по отдельности нужно будет, например, доску менять, потому что, я так понимаю, она будет стираться или нет? Я не знаю. Я просто не уверен, что, ну, блин, ты щелкаешь же не по асфальту, а по какому-то вот такому вот подобному покрытию. Я не знаю, что это было, но я такого не делал никуда. Смит. Чувак, я хотел на Узграйд. Три кокзе я. Треха дабл. Видал? Комприз сломался. Так, отверточку. Что-то понимаю, когда подвески разбалтываются, их надо сразу закручивать, да? Руслан, и фингербординг жестко дается. Тихо, бля, хромакеет. Потом подстраиваешь, типа... Я не думал, что для человека будет так сложно кататься на фингерборде. Это что? Не, я, конечно, все понимаю, но колесо. Пятый раз. Проблемы фингерборда в ДК. Вечно отваливается колесо. Просто вот так могу сделать. Это я закрутил. Игрушка, конечно, прикольная. Школьная, но на один день. Рука устала, кстати. Кстати, вот, зацените, у типа еще есть фингерборд. У него другая доска. И стоит на 60 гриндеров из-за дерева. И все, да? Ну да. Один видос про фингербординг, вот это и все. Больше ничего не буду снимать про фингерборд, потому что, ну блин, мне кажется, что это так тупо выглядит. И не факт, что я даже это выложу. Плюсы у фингерборда в том, что, во-первых, нет травм, во-вторых, доска не ломается, и в-третьих, она убивается не так сильно, потому что, ну блин, мы покатали. Если посмотреть на свет, то только тогда видно какие-то царапинки, а так тут вообще ничего нет. Рисунка, конечно, тоже, но это такая позерская тема уже. Очень легко учиться, кстати, можно спокойно делать с первой попытки, если ты Оли выучил, менуал, типа, бац, менуал с первой попытки. Там, ноуз, менуал тоже с первой. Что еще? Рандомные трюки. Летит там миллион градусов. Конечно, это не 2005, чтобы это было сейчас популярно, хотя напишите в комментариях, может, что-то из вас увлекается этой темой, потому что, когда в Борн приходил, видел, детки там увлекаются, катаются. Раньше я такой темой увлекался на уроках, а сейчас у меня уже глаза болят от того, что я вижу, что маленькая хрень какая-то крутится, вертится, летит, катается. У меня реально голова болит от того. У тебя состояние шоковое просто. Забери его у меня, пожалуйста. В общем, я совершенно недоволен покупкой, честно говоря. Во-первых, огромная цена. Сколько он, 17-18 долларов стоит? Да, где-то так, это дофига для него. Это очень много. Его себестоимость 2 доллара, 50 гривен. Вот я бы реально за него дал бы 70 гривен. 70-100, не больше. Это во-первых. Во-вторых, он постоянно ломается. Его нужно постоянно либо на колей сажать, как нам чувак сказал, либо постоянно подкручивать. Либо хер знает, что с ним делать. Вот сколько бы ты за него отдал? Я бы максимум отдал бы за него 50-100 гривен, потому что я заебался вечно подкручивать эти тупые колеса, которые вечно отваливаются. Плюс еще ты гайки ищешь, это очень бесит. Поэтому за этот скейтборд много я бы не отдал точно. Фингерборд. Это вообще не скейтборд. Честно? Можем его разыграть. Слушай, отличная идея, потому что нам он не нужен. Я кататься точно не буду. Ты вроде тоже. Меня он заебал. Меня он просто заебал. У меня земельчашение просто начинает голова болеть. Так что условия розыгрыша фингерборда у нас такие. Во-первых, быть подписанным на канал. Во-вторых, поставить лайк этому видео. В-третьих, подписаться на наши инстаграмы, ссылки на которые будут в описании. Ну и последний пункт, это напишите в комментариях хочу фингерборд и оставьте там свой инстаграм, чтобы вы проверили, подписаны ли вы на нас. Если вы из Киева, вы сможете лично в руки получить от нас этот фингерборд. Если нет, то отправим почтой по Украине. Ну и на этом все. Подписывайтесь на канал, оценивайте видео. Лайки, дизлайки, комментарии. Ждите новый видос очень скоро, возможно, послезавтра. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok